Всем приветик! Друзья, в этом видео хотел бы представить вам обзор на руль Logitech G920. Но сразу забегая наперед, хочу сказать, что для меня это, пожалуй, будет самый сложный обзор среди всех, что я делал, потому что руль оказался немножечко неоднозначным. Я думаю, что ни для кого не секрет, что рули Logitech в странах СНГ так уж точно считаются самыми популярными и, пожалуй, самыми любимыми у народа. Все любят старый G25, старый G27, Driving Force GT, они по сей день считаются хорошие, а в свое время, когда они вышли, они без преувеличения были лучшими. Потом уже начали появляться конкуренты и там уже как-то ситуация начала меняться. И обычно хороший бренд хочется, если честно, похвалить и показать с лучшей стороны, но в случае с рулем G920, да, я думаю, что G29, я не думаю, а стопудово точно такая же ситуация. Как-то все, ребята, неоднозначно, и поэтому мне сложно делать этот обзор. Вообще, мне кажется, что в игровом подразделении Logitech проснулись даже не евреи, а какие-то жиды, которые думают, что чисто на своем бренде можно выехать и на этом нагреваться на доверчивых геймерах. Я, короче, ребята, сейчас расскажу о все сильные и слабые стороны этого руля, покатаюсь на нем в разных игрушках, расскажу вам о своем мнении о нем, покажу все нюансы. А вы уж в конце этого ролика сами делайте вывод, насколько этот руль хорош или плох, и стоит ли он вашего рубля или нет. Чтобы вы понимали, официальная цена на эту баранку составляет 400 баксов. Причем топовые украинские магазины умудряются клянчить за него 500 зелени, это просто обалденно. И при этом все, в сам комплект не входит стандартный H-шифтер. Как вы помните, в G25, G27 была H-образная коробка, которая входила в комплект, и при этом руль стоил еще и дешевле, ребят. Так вот, если вы хотите еще получить коробчоночку H-образную за это, извольте еще выложить 60 баксов. И при этом, ладно, если бы эта коробка была бы чем-то обновленная. Она, в принципе, обновленная, чтобы вы понимали. Там обрезали нафиг панель с кнопками, убрали секвентальную коробку, как это было на G25. Ой, надо приживить. Вот, переключил секвентальный режим. В коробке от G25 такая функция была. И ладно бы, если бы добавили бы седьмую передачу к этому делу, то есть хоть обновили бы механизм, нет. Этого тоже нет. То есть тупо содрали тот же механизм самого рычага один в один, кастрировали его по самое не могу, отделили от комплекта, еще и просят за это 60 баксов. Logitech, вы просто... Я вам аплодирую. Мои аплодисменты. Вы гении. Евреи сотый левел, не меньше. Кстати, друзья, это старый руль Fonotec Porsche GT2, который тоже, как и Logitech G920, сделан для Xbox, только для 360. Так вот, я сейчас его снимаю со стойки и заметил такую фишечку. Здесь есть функция подключения гарнитуры, а в новом Logitech ее нет. Хотя, в принципе, это было бы логично, что подключать гарнитурку комплектную от консоли было бы неплохо, как минимум, в сам руль, чтобы не тыкаться с геймпадом. В общем-то, это сходу, что я сейчас вот заметил, потому что функционал вот уже минус один, минус первый пошел. А дальше посмотрим, что еще там будет. Значит, если вы думали, что в этом руле коммутация хоть как-то изменилась, то нет, друзья, здесь все так же, все калечно и безумно неудобно сделано. Все подключается, как и в старом руле, снизу всего этого дела. Если честно, если вы постоянно этот руль тягаете, то есть ставите на стойку и убираете, это такой геморрой. Это просто пытка. И очень неудобно подключать этот руль, в отличие, опять же, от конкурентов в виде Fantech, Thrustmaster и так далее. Боже, я ненавижу подключать. Честное слово, вот здесь, богу, ненавижу. Ненавижу. Какой гений додумался именно так эту коммутацию проводок сделать. Хотел бы я посмотреть тебе в глаза, уважаемый. Ааа, я почти что справился. Сам руль крепится точно так же, как старый G25, G27 и корпус вообще никаких отличий не имеет. Это тупо внешне точно тот же Logitech, к которому вы привыкли. В принципе, как бы старая добрая проверенная временем конструкция и очень плотно держится руль. Так что это, ну, неплохо. Это традиция, можно сказать, для Logitech. Да, кстати, друзья, я сейчас еще кое-что вспомнил. Если вы являетесь владельцем старого G25 и G27 и у вас есть H-Shifter, знайте, с новым рулем он несовместим. При том, что сам разъем просто один в один. Все подключается, но коробка не опознается рулем и не работает. Logitech! Офигенно! Значит, этот руль совместим с ПК и Xbox One. Причем в самом Xbox One доступна полная навигация по меню, что есть очень даже удобно. Довольно-таки классно вы можете делать все, что угодно непосредственно с руля и сам геймпад вам, ну, если понадобится, то, как я уже говорил, для подключения гарнитуры. А так все работает исключительно хорошо. Значит, друзья, сейчас мы с вами заходим на официальный сайт Logitech G20 и почитаем, что же они тут о нем рассказывали. Итак, новый взгляд на консольные игры. То есть, старый G25 и G27 это старый взгляд, а это новый. Ну, хорошо, посмотрим, что новенького они нам тут предлагают. Значит, механизм обратной связи по усилию со сдвоенным электродвигателем. Почувствуйте каждое смещение веса и боковой вот шины. Там внутри все тот же тупой G25. Это забегая наперед, я вам рассказываю. Нихрена нового вы не почувствуете совершенно ровно. Точно так же, как работали G25 и G27, точно так же работает привод и в этом руле. Я не знаю, что там у них за новый сдвоенный электродвигатель. Но при этом всем он даже не мощнее, чем старые электродвигатели. Поэтому это просто маркетинговая мишура. Едем дальше. Специально разработан для долгих поездок. Износостойкие материалы, которым даже самая интенсивная игра ни почем. Новый руль Driving Force надежен в эксплуатации, выдерживает любую нагрузку, бла-бла-бла. В конструкции вала рулевого колеса использованы стальные бла-бла-бла. Рычаги управления педалей изготовлены из нержавеющей стали. Поэтому руль G920 идеально подходит для гонок на дальнее расстояние. Окей, нержавеющая сталь. Как вы помните, в старых рулях G25 и G27 действительно они были изготовлены из нержавеющей стали. Это было видно по самому каркасу руля. Здесь, что мы с вами наблюдаем? Подрулевые лепестки, они действительно сделаны из нержавеющей стали. Это на ощупь нержавеющая сталь. Это с виду нержавеющая сталь. Но из чего изготовлен каркас самого руля, вы знаете, я, если честно, не берусь сказать. Но он явно отличается фактурно. Не, ну фактура похожа, допустим. Но цвета на ощупь. Если этот материал холодит, этот что-то нет. Если взять вот металлический болтик. И вот сейчас микрофон я так поближе поставлю. Вот слушайте, как звучит. Извини, слышите? А теперь как сам руль. Это пластик. Это не металл. Это, опять же, маркетинговая мишура. И нас, опять же, обманывают. Ну, либо если это металл, то я уж не знаю, ребят. На ощупь совершенно не похоже. По звуку тоже нет. А узнать можно точно, если распилить его напополам. Но мне этого, извольте, делать не хочется. Я купил этот руль за свои кровные. Так, дальше. Высококачественная оплетка из вручную прошитой кожи создает ощущение управления настоящим гоночным автомобилем. А кроме того, обеспечивает дополнительный комфорт во время игры. И повышает износостойкость руля. Ребят, опять же, старый руль G25 и G27. Лично у меня был G25. Очень долгое время, приблизительно лет 5. Он был действительно сделан из кожи. А в этом сомнений нет никаких. Это действительно было видно. Что касается этого руля. Если вы ждете, что этот руль сделан из какой-то кожи жопы смертокрыла. То я вас разочарую. Здесь, скорее всего, применена кожа молодого германтина. Этот материал на вид, как кожезаменитель, он на ощупь, как кожезаменитель. Он даже, извините, воняет, как дешевые китайские кроссовки из германтина. Я очень сомневаюсь в том, что это кожа. По крайней мере, G25 он сильно отличался на ощупь и на вид. Потом, что касается непосредственно ручной отделки кожи. Значит, смотрим на качество швов. Швы сделаны неаккуратно. Какие-то мельче, какие-то больше. Сделано очень неаккуратно. Весь руль в каких-то складках, которых не было на старых рулях. Они чувствуются на ощупь, опять же. Это неаккуратное изготовление. Есть даже вот такие вот нюансы, как видите. Вот тут даже торчит нечто этого. Кусок. Здесь спереди вообще конкретно ощущается складка. К сожалению, света не хватает, ее не видно. Но она очень явно выражена. Но, блин, это, извольте, зашквар. Я не знаю, как это еще назвать. Качество просто ужаснейшее. Здесь, кстати, какой-то клей видно. Видите? Вот эта вот пимпочка. Это клей. Сделано неаккуратно. Строчка неаккуратная. Она чувствуется на ощупь. Нитка жесткая. Она даже немножко делает неприятные ощущения, как натирает руку, если честно. Здесь таких нюансов по самой отделке просто колоссальнейшее количество. К сожалению, камера все захватить это обилие не может. Торчат нитки. То есть, если это и сделано вручную, то делал-то явно какой-то китайский дядюшка Ляо. Просто, наверное, за килограмм риса в месяц. Не больше. Конечно, может показаться то, что я сильно придираюсь к этому всему. Но, во-первых, на старом руле действительно не было никаких складок. И действительно не было никаких швов торчащих. Действительно вот так вот кожа не оттопыривалась. Как здесь. И мало того, эти же товарищи, вы сами видите, на своем сайте это рассказывают, как будто тут вах, просто high-end сделано. Причем, обратите внимание, как это сделано здесь на сайте. Вот показывается, фотка просто идеально действительно изготовлена. Очень красиво. И как это сделано в натуре, со складками. Неаккуратно, небрежно, ужасно просто. Так, смотрим дальше. Косозубая передача. И, внимание, безлюфтное натяжение. Он ходит ходуном как по горизонтали, так и по вертикали. Просто во всех плоскостях. Руль болтается. Есть конкретный люфт. Это слышно, это видно. Это позор, честное слово. Так, дальше. Точное управление. В качестве модели для косозубой передачи взята конструкция передачи, которая используется в автомобильной трансмиссии, чтобы уменьшить нежелательный шум и вибрацию. Ребята, вибрация, как была на G25, так и осталась здесь. Просто один в один. Ты чувствуешь каждый зубчик. Здесь нет, к сожалению, ременного привода, как в рулях Fanatec, как в рулях Thrustmaster. Здесь вот эта вот их модная вот эта вот штука маркетинговая, которая работает точь-в-точь, как на старых рулях. Может быть, чуть-чуть тише, но в целом шум. Вы сами слышите. Это G27. Причем он еще и издает дикие звуки, когда происходит какой-то снос у автомобиля. Там внутри что-то так тричит, ребят, что мне за этот руль, если честно, страшно. Дальше в самих игрушках я вам это продемонстрирую. Дальше опять маркетинг. Это рулевое колесо работает исключительно плавно и бесшумно. Плавно работает руль от Fanatec. Это работает как дерьмо, как старый G25. Спортивный руль оснащен надежным и долговечным датчиком пола. Положение руля определяется с помощью магнитных полей. Ну, это может быть действительно так и есть. Не знаю, ребят. Потому что старый G27, насколько я знаю, у них была болячка такая, что их иногда косило, но народ как-то это правил. Здесь, видимо, все-таки датчик по-нове. Ну, возможно, если так, то хоть что-то должно быть хорошо в этом руле. Дальше, что касается педалей. Блок педалей с быстрым откликом. И тут мы можем сразу перейти к вот этому вот, что я больше всего в этом руле ненавижу. Вот честное слово. Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозной системы, реагирующую на силу нажатия. Это дает ощущение более быстрого и точного торможения. Педали это та часть этого руля, которую я просто возненавидел с первых минут, как они ко мне попали. Здесь, конечно, есть действительно интересные инновации. С этим не поспоришь. Я вам сейчас покажу, расскажу. Но, ребят, педаль тормоза это просто полнейший зашквар. Вот это вот ход полностью сцепления, как вы видите. Это ход самого тормоза. Примерно в полпедали там, я не знаю, сантиметра два. Дальше в нее нужно вдавливаться. Вот это я сейчас сжимаюсь просто в кресло всем своим весом. И она на 100% не выжалась. То есть, использовать эту педаль на той стойке, то, что они предлагают, просто нереально будет. Она у вас будет тупо ускользать. Ее нужно будет либо опирать обо что-то, либо как-то крепить. Иначе это просто бесполезное дело. О чем рапортуют все пользователи рулей G920, да и G29 тоже. Просто кошмар, ребят. Причем я думаю, что там внутри не какая-то хитрая пружина. Там стопудово они вставили что-то, что делает ее такой-то такой. Потому что при одном давлении, когда ты нажимаешь, она постепенно все равно продавливается. Как будто там какая-то резинка. Но, как известно, я не какая-то красивая блондинка, которая рассказывает, какой это прекрасный руль. Какой он кожаный, он рулится как настоящий. Я есть я. И я сейчас, ребят, распотрошу эту педаль. И поведаю, пролью, так сказать, на свет всю правду. Что же они там сделали такого инновационного? Какие нанотехнологии применены в этой педали? Значит, сначала о фишках. Это старые педали от G25, которые я использовал по сей день, пока не приобрел новый руль. Здесь ничего совершенно интересного. Вот так вот она открепляется. В одном положении педаль крепится. Причем сами педали, если посмотреть сбоку, находятся все в один уровень. Это педали новые. Если вы заметили, там педаль газа более утоплена по сравнению со сцеплением и тормозом. Здесь есть вот такая вот подкладочка, которая делает эти педали несколько повыше, чем педаль газа. Это очень круто, ребят. Это действительно то, чего не хватало в старых педалях. В принципе, за это их даже можно и полюбить. Теперь, когда идет вот на разном положении педали, я могу во время торможения делать перегазовки. И я стал это делать в автосимуляторах. Раньше, когда они были вот так вот в один ряд, при нажатии тормоза педаль газа была чуть выше, чем тормоз. И было это делать совершенно неудобно и практически невозможно. На этом интересные фишки еще не заканчиваются. Здесь есть кое-что еще прикольненькое, что я вам сейчас покажу. Я недаром отсоединил от старого руля педальку, чтобы вам показать, что же тут, когда вы откручиваете. Значит, мы открутили, видим саму подкладочку. И что мы видим? Мы видим, ребят, три положения. И сама педаль, вот конструкция такова. И мы можем поставить, немножко сместить вбок, по центру и в другой бок. Таким образом, я педаль газа немножко сместил, опять же, ближе к тормозу. Тормоз оставил по центру. И если смотреть со стороны, то видно, что газ и тормоз чуть ближе, чем сцепление. Это, опять же, очень круто. Такая кастомизация, кому, как говорится, как удобно, какой размер ноги, чтобы делать перегазовки. Это тоже очень классно. Действительно, очень удачная идея. Стоило применить ее еще в старых рулях. Значит, вот эта злополучная педаль, ребят. Вот здесь находится сам датчик, работает он механическим путем. Я думаю, что так будет видно, света достаточно должно быть. И обратите внимание, что есть небольшая мертвая зона. То есть вы немножко прижимаете, а сам датчик стоит на месте. И уже когда вы конкретно надавливаете, тогда он начинает работать. А есть небольшой такой ход. И сам датчик никак на него не среагирует. Но это сам нюанс уже непосредственно конструкции, механика. Ну, как бы, это к плюсам не отнесешь. Это тоже факт. Нужно иметь это в виду. Но, в принципе, может быть, как бы сказывается, опять же, ценовая категория. Топовые педали, насколько я знаю, стоят сильно дороже, чем эти. Давайте сейчас разберем эту педаль и посмотрим, что же они там такую сделали, что ход... Вот, вот видно, реально, ход примерно полтора сантиметра. Дальше там начинает что-то сопротивляться. И я больше чем уверен, что там нет какой-то дополнительной пружины. Просто инфа соточка. Сейчас узнаем. Хотя я еще не потрошил ее и знать не знаю, честно. Вынимаем. И что мы тут имеем? О, ребятушки, как же я оказался прав. Они сюда вставили сраный кусок резинки. Вы меня извините, Logitech. Но вот это сраная инновация. Именно вот это вот не дает нормально работать педали тормоза. И, кстати, пружина здесь, я больше чем уверен, мягче, чем на старом тормозе. Это, извините меня, конечно, полный фейл. По уму здесь должна была стоять вторая пружина, более тугая. Но они пошли именно таким путем. Путем более бюджетным, что ли. Резиновый брусочек. Logitech. Вы просто боги маркетинга. Офигенно реалистично, правда, ребят? Ну что ж, друзья, с педальми мы разобрались. Далее я хочу еще сказать пару слов об этом руле. Значит, по эргономике это все тот же, знакомый нам всем, а Logitech G25, скорее даже, чем G27. А рулевое колесо имеет 28 сантиметров. То есть, сама баранка тупо такая же, как и раньше. Может быть, в районе хвата тут немножечко что-то поменялось. Мне кажется, чуть-чуть сместили они саму конструкцию. В принципе, гонять на нем удобно. Но что хочу сказать. 28 сантиметров, если честно, этого недостаточно. У конкурентов есть рули по 30 сантиметров. Тот же Fnatec, Thrustmaster. Но Logitech, думаю, то, что инновации добавлять никакие не нужно. Зачем же? Мы сделаем тупо такую же баранку. Накидаем сюда кнопок. И все. Этого будет достаточно. Значит, что касается самих клавиш, которые здесь находятся под рукой. Вы знаете, когда я смотрел на этот руль чисто с картинки, когда я его заказывал. Мне казалось, что он выглядит просто как игрушечный, как какой-то отстой. И даже рядом не валялся с тем же G27, который выглядит более брутально, более серьезно. Это как какая-то игрушка. Но когда он ко мне приехал, и я начал на нем играть, я, конечно, понял то, что когда все клавиши под рукой, это действительно удобно. И хрен с тем дизайном. Потому что удобная действительно навигация. Удобно то, что все клавиши под рукой. Когда вы катаете, например, в ту же F1, вы можете там ТРС заюзать, еще что-то. В принципе, там тоже были клавиши на G27, кто-то скажет. Но здесь буквально вся навигация у вас под рукой. И мне это, если честно, нравится. Причем, кстати, здесь вроде бы применяется пластик. А сам пластик какой-то очень приятный такой на ощупь. Клавиши имеют очень классный ход. Сделано, в принципе, все на высоком уровне. С этим как бы не поспоришь однозначно. Но как бы не совсем все. А то я начинаю тут растворить. В принципе, тут есть к чему еще добраться. Да, придраться, господи. Здесь вот есть вот эти кнопки. Они вот такие вот звуки издают. Болтаются. Но как бы это опять же уже придирки. В целом зато кликаются они очень даже приятно. Нельзя не отметить работу подрулевых лепестков. И я думаю, что это, пожалуй, одно из главных нововведений. После G25, ребят, я не знаю. Действительно, здесь они применили какие-то нанотехнологии. Вот можете, Logitech. Ну вот можете, но честное слово. Они как-то сделали их офигенно четкими. Офигенно мягкими. Отклик вообще вменяемый. Щелчок такой. Вы знаете, я вот сижу и просто кайфую, когда клоцаю. Сами подрулевые лепестки. Они работают просто изумительно. Очень четко, очень мягко, информативно. Ну, блин. Одни приятные эмоции. Вот реально могут, если постараются. Вот если бы они так сделали бы все элементы в этом руле, это было бы супер прекрасно. То есть сделано с металла. Никаких люфтов. Все работает четко. И очень классный щелчок. Мягкий, четкий, информативный. Круто. 10 из 10. Это, пожалуй, самые крутые подрулевые лепестки. То, что я видел. И вот гонять, например, в ту же F1 2016. Ну, если честно, одно удовольствие делать переключение передач с шифтером. Раньше я как-то не очень. Мои подписчики знают, любил секвентальную коробку подрулевые лепестки. Но здесь они просто на высшем уровне сделаны. Дальше у меня снова вопрос к кнопочке Xbox. Logitech. Что это за светодиод? Почему нельзя было это сделать вот так? Так, зачем нужно было бы изобретать какой-то велосипед и делать все по-своему? Оно выглядит дерьмово. Этот светодиод светит ярко. Если вы выключаете свет, он будет светить вам прямо в глаз. И, если честно, раздражать. Вот этот вот вариант был бы просто идеальный. Почему они сделали именно так? Мне до конца непонятно. А нет, понятно. Так, дороже. Наверняка они сэкономить решили. Пусть светодиодик просто торчит. Наслаждайтесь. Холопы. Значит, по поводу базы я уже говорил. То, что это все тот же G25, G27. Вообще никакой разницы нет. Руль крепится супер надежно. Но сам баранка болтается, база не болтается. Вы поняли? Безлюфтный руль. Это, конечно, просто офигенно. Ничего не скажешь. Но крепится очень надежно. То есть, руль у вас никуда никогда не денется. Это реально традиция. Хоть какие-то добрые, славные традиции они оставили. Еще из новшества самого руля здесь скошенный низ. И вы знаете, когда я смотрел, мне как-то по дизайну не очень такой вариант нравится. Но! Когда я начал плотненько катать, конечно, когда вы делаете перехват рулем. Это, ребята, офигенно. Это да. Это просто 10 из 10. Очень круто делать перехват. И четко, знаешь, тактильно. Несмотря на сам руль. Где низ, где верх. Вверх еще есть вот эта вот центровочка здесь тоже удобненькая. Чтобы бросалось в глаза. Потому что, когда ты работаешь в какой-то ралли, очень так интенсивно рулем, то вопросов нет. То есть, когда ты понимаешь на ощупь, где находится низ, где верх. Это действительно удобно. Это молодцы. Это да. Это 10 из 10. Опять же. Кнопочки включения и выключения в этот руль до сих пор не завезли. Зачем? Видимо, у инженеров Logitech вся техника дома. Телевизоры, компьютеры, я не знаю. Приставки, медиаплееры. Все-все выключается тупо из розетки. Так и здесь. Например, в том же Fanatec есть кнопочка. И вы можете выключить этот руль и не париться. Я, например, руль никогда не прячу. Он у меня всегда включен в USB. Всегда включен в сети. Мне было бы удобно включать-выключать его кнопкой. Но здесь происходит именно так. Поэтому ночью у меня всегда светит вот этот вот надоедливый светодиод, который я возненавидел. Надо залепить его изолентой, кстати, какой-то. Также, если у вас ночью вдруг случится какой-то скачок света, либо электричество выключится и включится, то посредине ночи у вас будет приблизительно вот такое вот. У меня такое уже было. От этого я просто вскочил, если честно, прозрел. Не мог понять, кто у меня тут шарахается по комнате. Жесть просто. Опять же, зачем нам какие-то новые идеи? Зачем нам какие-то инновации? Пусть будет все, как и было, а там пусть завозят бабосики. Зачем напрягать ум? Не нужно совершенно. И так будут покупать. Это же бренд. Кстати, друзья, руль когда калибруется, он когда доходит вот в этот вот конец, сюда упирается, он делает какой-то такой дикий звук, что, если честно, я за него даже побаиваюсь. Такое общение, как будто он там во что-то вклинивается и потом аж вырывается нафиг и калибруется в другую сторону. Вы только зацените. Просто жесть какая-то. В общем, друзья, не считая пластмассовой кожи, которая меня реально раздражает и мне приходится юзать. Перчатки. Потому что от этого пластика, ну, блин, это что-то похожее на кожу, но просто руки убиваются в хлам. Так, в целом, конечно, им работать приятно. Дальше, ребят, я предлагаю посмотреть, как он будет вести себя в игрушках. А, заценить еще драйвер нужно обязательно. Он там новый. Кстати, подключил сейчас руль к винде и сам драйвер его никак не опознал. Поэтому мне придется винду, судя по всему, перезагружать. Потому что хоть дергай, хоть не дергай, нифига не видит, а драйвер этот руль. Замечательно. Так, отлично, винду мы перезагрузили. Руль раздупляется. Я надеюсь, это мне хоть как-то поможет. Ну-ка. О, отлично. Драйвер его увидел. Это уже, конечно же, плюс. Значит, теперь вот так вот выглядит сам драйвер. И тот старый, к которому вы привыкли, он уже не применяется. Слава тебе, Господи, выглядит, если честно, старый драйвер просто ужасно. Прямо так скажем, на сегодняшний день хреновенько. Вот так вот здесь все это красивенько выглядит. Вы можете настроить здесь отдельно педали. Да, ребят, они здесь настраиваются. И сам руль. Правда, что настроить, мы сейчас посмотрим. Значит, здесь показаны все клавиши. Вы можете на любую из них нажать. И как-нибудь забиндить на что-нибудь. То есть, например, Старинг Вилл. Нажимаем. Что мы тут видим? Алло. Значит, мы видим чувствительность. Причем, 50% это норма. Это стандарт. Если сделать 100%, то как-то очень странно получается. В центре руль становится чувствительной, а по бокам менее чувствительной. И ездить невозможно. Если сделать обратную сторону, видимо, будет наоборот в центре тупняк. А с обратной стороны, то есть в конце оборота, он более чувствительный. На кой хрен это функция? Кому она нужна? Я себе не представляю. Угол поворота здесь мы вот так вот можем регулировать. Вплоть до... По 20 градусов ход, как видите. Но, по ходу, больше чем уверен, здесь можно поставить любой. Да, любой градус. Как вам нравится. Можете прям с клавишей и не заморачиваться сильно. Сопротивление центрирующей пружины. Ребят, больше нет никаких функций, которые были в старом профайлере, или как он там назывался. Там, если вы помните, можно было, как многие подписчики мне писали, тонко настраивать форс хитбэк. Это, конечно, очень уникальное слово, которое мне очень запомнилось. Так вот, здесь только лишь одна фигня. 10% это, кстати, нормально. Если поставить больше, руль становится... Ну, Logitech style. Деревянный такой, то, что будет скручивать вам руки, и никакой информативности при этом не будет совершенно. Поэтому только лишь один ползунок. По умолчанию у меня лично стоит везде 10%. И до свидания. Этого более чем достаточно. И включить, отключить центрирующую пружину. Внимание. В играх с обратной связью по усилию. Все, больше здесь нифига у нас нет. Кстати, вы заметили то, что наверху есть профиль. Вы можете профиль под каждую игрушку делать свой какой-то. Индивидуальный. И там сбоку у нас какие-то там функции появляются. Команды. Да, ребят, здесь можно биндить всякие команды, типа макросы. На кой хрен это нужно на руле? Мне тоже непонятно. Причем есть настолько дикие, что просто... Жесть. Дальше. По кнопкам. Ну, допустим, под рулевой. Вот. Значит, здесь вы можете добавлять всякие параметры ввода. При нажатии, переключении. И всевозможные функции, которые я опять же не знаю. На хрена они нужны на руле? Ладно, когда мышки, клавиатуры, вы можете там делать какие-то макросы. Да, но здесь зачем? Составной какой-то назначить. Запись. Чего? Я, если честно, тут... Тут черт ногу сломит. Задержки какие-то. Зачем это все нужно? Это функционал совершенно. Лишки на руле. Функция мыши. Внимание. Щелчок правой кнопкой. Мы можем сделать на подрулевой, допустим. Ха-ха. Щелчок левый, щелчок правый. Назад, вперед. Ну, как будто прокрутка вверх-вниз. Опять же. На любую клавишу, ребят. Здесь все везде стандартно. Абсолютно на любую клавишу вы можете функционал делать. Мультимедиа. Воспроизведение, пауза на руле. Прикольно, да? Зачем это? Специальные клавиши. Какие-то закрыть окно. Увеличить. Поняли? Control прокрутка мыши. Интересно, это все действительно будет работать? А ну-ка, допустим. Control прокрутка мыши. Только... А, увеличить, уменьшить. Это у нас будет на подрулевой сейчас. Правильно? На него ж? Да. Кажись, на него я сделал. А на второй, допустим, подрулевой. Где там у нас? Специально. Какой? Control и прокрутка мыши уменьшить. Окей. А теперь так поржать. Что-то в браузере вообще поменяется? Нифига. Что-то не работает. Как-то странно. Потому что если называть Control и таки прокрутить мышью, вот это я мышью и делаю. А. Оно работает. Но с самим рулем... Ну и чё? Ну и, друзья, ничего, короче. То есть не работает нифига эта фишка. И бог с ним, не знаю. Я считаю, что это нафиг не нужно здесь. Какие-то ярлыки запускать. Может быть, какие-то функции. Электронная почта. Зачем это всё? Зачем это? Эффект цикла. Какого цикла? Мой компьютер, калькулятор. На руле. Функционал. Да? Замечательно. Команды. Вентрило. Вкл-выкл микрофон. Короче, ребят, сами видите. Функционал, который нафиг не нужен на руле совершенно. Это больше к мышкам и клавиатурам. Может быть, геймпадам. Я не знаю. Но на руле это всё нафиг не нужно. То есть так вот биндятся любые кнопки. Везде всё стандартно. Ни черта интересного совершенно. Значит, что у нас тут по педалям есть? Что мы можем тут сделать? Сцепление. А, мы можем чувствительность менять. В старом драйвере такого не было. Это да. Это может быть кому-то пригодится. В каких-то конкретных играх. В каких-то конкретных условиях. Комбинированные педали. Тоже для некоторых игр такая фишка нужна. Например, ETS, ATS. Очень сильно на педали агрятся. По крайней мере, на фанатековские, так точно. И там я юзаю комбинированные такие педали. Так, всё. Больше здесь ничего у нас нет. Ну, в принципе, ничего особо и не нужно. Есть настройки педалей. И то хорошо. Здесь что-то есть какие-то настройки. Запускать программу. Здесь всё стандартно. G920. Разрешить игре регулировать настройки усилия. Вот здесь. Видите, как запахали все эти функции? Раньше это всё было. Force it back. Разрешить игре регулировать настройки усилия. Всё это было в одной подменюшке. Здесь раскидали всё в разные стороны. Это неудобно совершенно. Красиво, но неудобно. Можете профиль по умолчанию какой-то выбирать. Видимо, при запуске программы. Постоянный профиль. Цикл профилей. Позволяет назначить клавишу для переключения между профилями для определённой игры. А вы можете забиндить на какую-то кнопку, видимо. Control, допустим. Да, ребят, видите, биндится. Прикольно. Это может быть кому-то и нужно. Но опять же, на кой фиг, когда ты игру запускаешь, профиль автоматически включается. Так, какой-то там ARX Control. Включить автоматическое оружие. Что бы это значило? Видимо, чтобы руль автоматически обнаружился. Но мы видели, как только что он обнаружился. Пришлось винду перезагружать. И разработчики... Всё. В общем-то, больше ничего нет. Кстати, руль имеет в коем-то веке прошивку, как в FanaTek. Я его когда первый раз подключил, винда сразу сказал, у тебя старая прошивка, давай обновимся. Куча там пофиксена была багов. То есть, видимо, до того, как он не прошит, он был ещё более ужасный. Ха-ха. Ладно. В принципе, по профилю это всё. В общем-то, красиво, бесполезно. Педали настраивать можно. Это, пожалуй, единственный плюс. А так, ни хера тут нового нет. И... Ну, неинтересно, честное слово. Закрываем его. Дальше, друзья, мы можем уже заценить этот руль всевозможных игрушек. Что мы сейчас и сделаем. Посмотрим, как он там будет работать. Где хорошо, где плохо. На Xbox One и на ПК. И там, и там будем ценить. Погнали. Итак, друзья, первая игра, которую я хочу приставить вашему вниманию, это игра, в которой меня этот руль действительно порадовал. Да, представьте себе. В F1 2016 на руле GTX G920 кататься ощутимо приятнее, чем на руле от Fanatec. И тут сказываются конструктивные особенности руля. Дело в том, что, как мы уже сами поняли, сам руль изготовлен из пластика. Имеет маленький размер. И конкретно в этой игре, прикиньте, это дает преимущество. То есть, он достаточно легкий и верткий. Поэтому мы можем работать рулем достаточно резко и не напрягаться при этом особо. Поэтому в этой игре действительно круто. Плюс, сказывается очень классная работа шифтов. То есть, переключаться в F1 просто одно удовольствие, честное слово. Вот это вот действительно мне понравилось. Итак, ребят, мы сейчас поедем в какую-то быструю гоночку, выполним и посмотрим, что там да как. Итак, друзья, скажу вам честно, F1 2016 это единственная игра, в которой играем на руле Logitech G920. Все остальное в Fanatec вне конкуренции. Но здесь действительно довольно-таки по приколу. Так, ну что ж, стартуем. Я настроил 10%, как вы помните, силу возврата у руля. Работает он довольно-таки четко, плавно. Форситбэк чувствуется. Ничем не лучше и не хуже, чем старый G25, то что у меня был. Руль довольно-таки информативен. Настроен сейчас на 360 градусов. И ездит так достаточно неплохо в F1. Педали тоже радуют. Даже жесткая педаль, если честно. Опять же, F1 это единственная игра, в которой она может порадовать. Потому что ход педали здесь значительно ниже, насколько я понимаю, у болида. И ездить мне так довольно-таки нравится. Руль, как я уже сказал, легкий. Очень чувствуется. Очень отзывчивый. Здесь вопросов нет. Это явно лучшая игра, в которую вы можете поиграть с этим рулем. Однозначно. Опять же, ввиду конструктивных особенностей. То, что он маленький. Достаточно удобный хват на ем. И он легкий. За счет того, что он пластиковый. Переключать передачи действительно приятно. Действительно очень... Чувствуется, в какой момент это делать. Я не знаю. Короче, шифтер. Супер классная здесь. Реализован. Во всех остальных играх мы посмотрим. Конечно, там будет видно. Я, если честно, не играл ни в Асета Корсу, ни в Дёрд Ралли. Может быть, и там мне понравится. Это, конечно, будет просто нежданчик. Но F1 действительно, ребят, круто играется. Очень круто. Правда, я катаюсь в перчатках. Потому что кожзам при интенсивных уикендах убивает руки в хлам. Это да. Это, конечно, имеет место быть. Но в целом, честное слово, очень здорово. Прям даже порадовал руль. Ну, хоть где-то он должен себя оправдывать. Но по ощущениям, конечно, я сомневаюсь, что вы ощутите хоть малейшую разницу. В сравнении даже с G25. Очень маловероятно, что будет хоть какая-то разница. Её тупо не будет. Так, ну с F1 всё понятно. Всё круто. Реально круто. Даже не знаю. Лучше было бы только лишь на специализированном руле Thrustmaster или Fanatec под F1. А так, конечно, очень хорошо тут справляется Logitech. Погнали на следующую игрушку. А, ещё чуть не забыл, ребят. Опять же, все клавиши под рукой находятся. И это тоже очень удобно. То есть, нужный элемент вы можете выбрать в любой момент. Что там у нас по менюшке? Навигация. Делается это крестовиной. Сами видите, буквально под рукой, вот он, палец. Очень довольно-таки прикольно. Совершенно всё под рукой находится. То есть, навигация по кнопкам идеальная здесь. Однозначно. По всем буквально клавишам просто идеально. Теперь точно погнали в следующую игрушку. Следующая игрушка у нас будет Dirt Rally. И, ребят, что радует, я играл в эту игру исключительно с Fanatec. А сейчас он подключил G920. Сразу же, без каких-либо настроек, всё определилось. И работает. Интересно. Прямо всё будет работать или нет. Сейчас мы сделаем какую-то там гонку. Где у нас? Настраиваем любую Rally. Продолжить. Не важно, что там будет. Посмотрим, как здесь будет всё. Насколько всё круто. А, опять же, нужно будет подстроить сам профайлер под эту игру. Потому что 360 градусов здесь будет маловато, однозначно. Вот на таких настройках я сейчас выполню заезд. 50% попробую, 540 градусов. Так, ну что ж, друзья, давайте же выполним этот заезд на чём-то в Швеции. Даже не знаю, на чём мы там едем. На BMW, небось? А, точно на BMW. Любимая Мочка. Ручник у нас напашет. О, ребят, сразу вспоминается старый добрый топорный Logitech с ублюдочным совершенно форситбэком, который я ненавидел. Это G25. Капец, если честно. Он безумно тугой. Он очень тугой. Очень невёрткий. Он ещё как-то странно вибрирует. Очень странно ведёт себя руль. Причём он с дёрганьями вибрирует. Я не знаю, вы это не видите. Но если ему немножко помогать, он делает такое ощущение какое-то. Ладно. Поехали. Поехали. Газ тормоз не пашет. Видимо, их нужно настраивать. А, ребят, газ это сцепление. По умолчанию. А тормоз это газ. Надо перенастроить это дело, потому что иначе это будет не езда. Всё, ребят. Теперь, видимо, можно таки поехать. Да, ребят. У меня был, как вы помните, очень долгое время G25. Я на нём проехал очень, играл много времени в дёрд ралли. Прям очень-очень много времени. И этот руль, это тупо копия G25. Вообще никакой разницы. Дёрганный. Неинформативный. Тугой. Очень тугой. Именно после этой игры и руляла G-Tech, ребят, у меня начались проблемы со здоровьем. У меня ушатались два сустава на пальцах, которые дают о себе знать уже в течение года по сей день у меня. Я очень благодарен за это G-Tech. Пока я не избавился от этого странного руля, я не перешёл на Fanatec. Было всё очень печально. У меня безумно болела рука. Здесь совершенно тоже ощущение. Кстати, что нельзя не отметить, хват у руля... Хват у руля довольно-таки узкий. У рулевого колеса. И он не настолько комфортный, как тот же руль от Fanatec. Опять же, ещё такой дюанс. Сейчас я очень чувствую. Руль постоянно тугой, ребят. Он совершенно не имеет ничего общего с реализмом. При 50% по крайней мере пружины он ужасно тугой. Я, конечно, понимаю то, что здесь можно сделать настройку драйвера. Никто не спорит в этом. Но в Fanatec таких настроек делать, например, не нужно. Там просто всегда всё работает комфортно. Даже в Dirt Rally. Вернусь. Профайлер. Где там эти настройки? У нас старинг 540. Сделаю 10%, ребят, как в F1. Но так, конечно, эффект от самого форситбека сильно становится слабее. С этим тоже как бы не поспорю. Жалко, ещё нет шифтера. Сцепление особо не прощает. Не шибко-то он и мягче стал, стал мягче. Но это нужно в самоигре, видимо, крутить. Очень тугой. На возврат мне нужно делать усилие. Конкретное усилие. Где-то видно, чтобы руль вернуть в центр, нужно делать усилие. На настоящем автомобиле? Мать твою. Руль возвращается сам на центр. Стремится, по крайней мере. Здесь? Нет. Просто кошмарно. Я всё-таки зайду сейчас на стройки. Попробую что-то покрутить. Ну, просто ужасно рулится. Честно, омерзительно. Вот, как-то так. Вибрация обратная связь. Ребят, вы видите настройки. Это всё не на 100%. Если я включу на 100%, а вот, сила центрирования на 150%. При этом руль не центрируется совершенно, ребят. Мягкая блокировка вообще выключена. Видимо, у меня на фанатеке тоже были здесь проблемы. Ну-ка, я включу эту хрень. Чтобы она не значила. На 70%, на даже G25, мне тогда казалось нормально. Но сейчас я катаюсь уже полгода на фанатеке. И, в общем-то, при таких настройках всё было исключительно хорошо. И даже на G25 реально были такие же примерно правильные. Сила центрирования. Это руль должен возвращаться на центр. Он не делает этого в игре. Честное слово. Он этого не делает. Он пипец какой тугой в игре. Как-то я вид менял. Если случайно коснул что-то... Ну, прям плохо. Но я не знаю. Наоборот, вернуть руль в центр, нужно делать усилия. А, ещё, кстати, насчёт звуков. Ну, я не знаю. Форзи у меня точно получится вам заценить. Как он тарахтит. Вот сейчас только что был такой небольшой треск. Иногда там внутри что-то в нём... Что-то прям очень тарахтит. Короче, это Форзи я вам покажу. Ребят, хреново. Вот честное слово. На Defender без Форзи фидбэка в эту игру ездить приятнее намного. Вот их новые технологии. Сдвоенные электромото. Это то же самое дерьмо. Ну, как в G27, так точно. Он всё-таки потише, чем в G25 будет. Спору нет. Но это тот же самый... Тот же самый Форзи бэк. Убогий. Просто омерзительный. При этом, самое интересное, что очень большое количество людей считают Форзи бэк от Лоджи тэка эталоном. Вот честное слово. Потому что тут уже начинает работать закон. Каждая жаба хвалит своё болото. Если у меня Лоджи тэк, значит он лучше. Нет, это не так. Давай, выгребай машинку. А мы тоже приехали. Очень хреново. Очень хреново. Никакого удовольствия от этой игры на этом руле. Ну, как? После, опять же, знакомства с нормальным рулём. Получить не получится. Я не то, чтобы ругаю. Никто мне не проплачивал этот обзор. Это просто мой руль. Куплен за мои деньги. И мои эмоции. Вот этого руля. Он просто дёрганный. Кстати, в том же фанатеке, опять же, есть два вибромотора, о которых я там говорил. Они очень хорошо передают информацию на руль о покрытии. Здесь этих вибромоторов нет. Здесь просто есть дёрганье и тугой руль. Вот что есть, ребят. Как бы лучше, чем на геймпаде, но... Не ровня фанатек. Очень интересно было бы заценить, что трассмастер. Но я думаю, что там тоже должно быть всё неплохо. Прощаемся мы, наверное, с Дёртралли. И этой баранкой адской. Деревянный руль. Вы знаете, вот я говорю, что ощущение, как будто на тракторе езжу. Всё, хватит. Нервов моих больше не хватает. Assetto Corsa. Любимейшая, пожалуй, игра. Одна из самых любимых, подавляющего большинства, симрейсеров. Эта игра действительно интересная. И в ней лично мне так уж точно будет интересно, как сейчас будет вести себя руль на GTG G920. Есть старые тут вон профили. Я смотрю. О, на G920 тоже имеется. Только без шифтера. G920, NoShifter. Это наш лох-пакет, что называется. Так, выбираем профиль мы NoShifter. Применить настройку. Ну, я надеюсь, что всё будет работать. Ось вон, видно, работает. Так, надо только вернуть опять же на 900 градусов. В самом профайле. Вот это вот, ребят. Опять же, фигня то, что я говорю. Когда всё настраивается на руле, вот как в случае с фанадеком, ты просто клоцаешь на руле нужность градуса руля и так далее. Делаешь профили на руле. И в системе, когда тебе нужно просто сворачивать, разворачивать, какие-то настройки, вот это вот париться, заморачиваться. Это полное отстойное. Ну, честное слово. Я не знаю. Могли бы, блин, ну хотя бы сделать умный этот руль. Мозговку ему добавить. Добавить дисплей какой-то и крутить всё на руле. Почему все производители это не сделали? Почему додумался до этого только фанадек? Мне до конца не ясно. Так, всё, 900 градусов я сделал. Опять же, возврат руля я сделал на 10%. Хотя, может быть, стоит всё-таки давайте гулять так гулять. Вот как оно задумано у нас от производителя Logitech, божественный производитель. 100%. Вот. 100 мать них процентов на фулл катушку. Погнали. Так, тут, надеюсь, точно всё нормально у нас. Что-то педали газа, тормоза никак не реагируют. Вот G920, но при этом всё вообще никак не реагирует. Хорошо, давай, руление. Прекрасно. Нужно всё-таки профиль вы выбрали, но всё равно нужно всё назначать. Это пекарня, это нормально. Ещё и нужно инвертировать. Тормоз то же самое. Кстати, интересно. Тормоз очень странно работает. Он вроде бы там тугой, но как-то он срабатывает на 100%, когда его не до конца дожимаешь. Никакой информативности тормоз не даёт совершенно. Вообще не малейший ублюдочный тормоз. Самый убогий то, что мне встречался. Club Sport Will. Ручник. Assetto Corsa. Ты уже предвидишь это, да? Через недельку. Потерпи, родная. Потерпи немножечко. Так, дальше что у нас? Передача. Это всё понятно. Повышенная, пониженная тут есть где-то? Да, есть передача вверх. Опять же, всё нужно назначать, ребят. Профиль есть, но он до жопы. Тут просто пишется Logitech, но кнопки сами нифига не видно. Так, дополнительные. Ну, тут нам ни черта, я так понимаю, не нужно. Разве что сменить, наверное, ручник сделать надо. Там, опять же, Club Sport Will нафиг. И вид поменять. Изменить камеру. Ну, пусть будет, допустим, эта клавиша. Всё, ребят. Сохранить текущую. Поехали, теперь выполним какой-нибудь заездик. Так, поржать. Вот, по умолчанию. С2000. Не, это машина с модов. Это будет не то. Давайте родную. Вот мне очень нравится здесь М3. Допустим, даже родная. Пусть будет обычная стоковая, в смысле. И Норшляйка. В сумме. Всё, М3, Норшляйка. Погнали. Друзья, пока грузится игра, хочу сказать ещё то, как центрируется сам руль. Вот он в центре. Вот этот вот люфт. Его мало того, что слышно, он ещё и очень неестественно чувствуется. То есть, пустота. Примерно в таком вот ракурсе. Полная пустота. И дальше начинает он где-то с такого угла сопротивляться. Из-за этого тут такой как стук. Удары такие. Это неестественно. Это не имеет ничего общего с настоящим автомобилем. Если у Слоджитек вы делаете ставку на реализм, уж будьте добры, сделайте реализм более-менее реалистичным. Как, например, это сделали в Фанатеке. Там такого эффекта, вот этой вот пустоты в центре нет совершенно. Там силу натяжения чувствуется без ударов, без рывков постоянно. Вот как-то так. Здесь этого нет. Совершенно так. Заездик. Форситбэк. Вот руль возвращается. Почему он это делает? А, может быть, потому что у нас включена вот эта вот центрирующая пружина? Смотрите, как он дергается, ребят, при этом все. Что это такое? Это самый чудовищный форситбэк, то, что вы можете найти на рынке. Он только у Лоджитека. И не говорите, что это неправда. Это правда, ребят. А ну-ка я попробую в самом драйвере так поржать, выключить эту центрирующую пружину, которая, кстати, на 100% сейчас стоит. Где она там? Центрирующая пружина. Руль. Руль. Ну, давай. Так. Вот. Выключаем мы это. Нафиг. Что будет? Что-то поменяется, интересно? Он все так же дергается. Он все так же тарахтит и дергается. Он тарахтит при этом. Пожар просто руль. Ладно. Давайте уже поехали, что ли. Даже интересно. Ну, да. Это старый Лоджитек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, печальненько у нас что-то. Это старый Лоджитек. Ну, что-то работает, я не знаю. Он тугой постоянно. Но здесь он хотя бы в центр возвращается. Спасибо и на том, как говорится. Машина, кстати, у меня без помощников сейчас. Без АБС, без всех этих прибомбасов. Только повреждения выключены. Тормоз не очень-то и чувствуется. Но в этой игре не нужно вдавливать, чтобы он на 100% отработал до упора. Руль дерганный. Только что сделал контрруление. Он работает резко. Работает дерганно. А неестественно, опять же. На сносе чувствуется, как он сопротивляться начинает. Но делает он это очень резко. Опять же. Можно, конечно, позаморачиваться с настройками. Пару частиков. Но, извините, я это делать не собираюсь. Я считаю, что руль с коробки должен работать без каких-либо проблем. Можно, конечно, найти оптимальный вариант. Но, по крайней мере, на руле у известного мне конкурента. Это всего делать не нужно. При том, что ценовая категория, между прочим, у рулей очень схожая. Ну, да. Фанатек, допустим, чуть подороже стоит. Но, вы меня извините, там совершенно другой уровень. Через неделю, примерно, ко мне приедет новый Фанатек. Вы сами все увидите. Он там стоит, получается, на 200 баксов дороже. Но там совершенно будет другой уровень. Это просто инфа соточкам. Так, конечно, рулится, ребят. У меня был опять GG25. Долгое время я катался в Ассета Корсу на этом руле. Рулится хреново. Ну, честное слово. Вот сейчас руль пустой во время заноса. Ну, да. Такое тоже должно быть. Но о каких-то там говорили боковых перегрузках на сайте, если вы помните. Ни черта такого нет. Это ровно такой же, как старый руль, в новой оберке. Старый руль в новой оберке. Это самое подходящее слово для этой баранки. Тупо разводняк на бабки. И ладно. Старый руль, оно понятно. Он выпущен был, блин. По-моему, в году 2008-ом. G25 вышел. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ездить невозможно. Я не знаю. На фанатеке все это мягче, четче, информативнее происходит. Здесь ворситбэк. Он просто дергается. Он никакой информации вам не дает. Так вот. Старый руль, оно понятно. Но сейчас, извините, 2016 год. И как-то технологии на месте стоять не должны. На этом руле технологии явно у нас еще в прошлом десятилетии остались. Однозначно. Просто однозначно. Он, кстати, имеет такую же привычку, как вот старый руль. Вот, потрясно. То, за что я ругал Logitech, если вы помните. За его вот эту вот излишнюю дерганность. На сим я не вижу дальше смысла проводить гонку. И что-то еще рассказывать. То есть, ребят. Те, кто владеют старыми баранками. То же самое. Только в новой обертке с дебильным тормозом. Но здесь, кстати. Ну, он дебильный, ребят. Просто не чувствуется, где его конец. Он там проваливается. Он тугой в конце. Но когда ты на 100% нажимаешь педаль. Ты этого не знаешь. Ты можешь вдавить так, что пипец. А там уже не 100, а 150% будет. Вот. Как-то... А, вон даже по датчику видно. Вот. 100% это... Ну, там еще он сильно додавливается. Ужасно. Так, друзья. После всего этого безобразия. Теперь у нас остается только протестировать. Как же будет он рулиться непосредственно на Xbox One. И заценим мы Forza Horizon 3. Для начала. Смотрите, как руль возвращается на Xbox и на центр. Отпускаешь его. Он даже не доходит до центра. Очень странно. То есть, вот здесь вот пустота просто пипец какая. Именно пустота. Пустота. Окей, друзья. Смотрим, как тут будет работать. Так, Forza Back. Когда автомобиль стоит на месте, руль не должен возвращаться на место. На Фанатеке это работает отлично. На ПК, по крайней мере. Здесь он постоянно центрируется. Хотя всем известно, что автомобиль стоит на месте. Руль, куда ты повернешь, так он и стоит. Ты начинаешь движение, руль начинает центрируется. Forza Back здесь работает по своему принципу. Причем, это, кстати, независимо какая игра. Надо было в Асетокорсе, кстати, заценить. Там это особенно чувствуется. Но вот на G25, в Gran Turismo 6, работало все четко. То есть, никуда руль вот так вот в центр не стремится. Здесь все по-своему. Так, ну что, прокатимся, ребятушки, немножечко. Так, ну в центре руля опять же чувствуется пустота. Как обычно, это походу классика жанра уже, я так понимаю, этого руля. Иначе особо-то и быть не может. Информативности особо много нет. Но опять же, нужно понимать, что эта игрушка аркадная. Но как-никак, хоть что-то должно передаваться на руль. Мы-ка на повороты входим. Руль сопротивляется. Это да, споров нет. Сопротивляется в своем же стиле. Дергана. Не сказал бы, что сильно информативно. И вообще, ездить на руле именно Forza Horizon 3, удовольствие достаточно сомнительное. Здесь просто в самой игре. Руль прикрутили на абы как. Иначе это не назовешь. Потому что автомобиль ведет себя очень странно, очень специфически. В тот случай, когда на геймпаде все отлично играется, а на руле все, ну, короче, привинтили. И слава богу. В общем-то, много удовольствия вы не ощутите, если вы сильно хотите купить руль именно для этой игры. Я бы не мог бы это рекомендовать. Forza Horizon 2, это совсем другая история. А я вам сейчас дальше расскажу об этом. Там рулится намного лучше. Еще, что нельзя не отметить. Опять же, это нюанс самой игры. Но неважно. Это руль. Мы играем на руле. Мы должны получать все по максимуму. Но, ребят, получается, что на этом руле всей навигации по игре нет. Во-первых, вы не можете осмотреться элементарно. Вы можете смотреть только вперед. Вы не можете банально посмотреть назад. У вас два варианта переназначения кнопки вот этой вот Y. Вы можете либо вид менять, либо залезть в настройки, где у нас параметры, на управление, не туда, управление. Вот, ребят. Вот. Переключить вид, задний обзор или камера. Вы можете поменять эту кнопочку вместо вида, смотреть назад. Либо тогда вы не сможете поменять вид. То есть, палка двух концов. Нету полной навигации. Это, честно говоря, очень печально. Телеметрия или анна. Короче, или, 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 или. Всего функционала здесь тупо нету. Не предусмотрено, к сожалению. Поэтому это тоже стоит иметь в виду. Но это касается только лишь версии для Xbox One. Forza Horizon 3. На ПК можно назначать все. Спору нет. И хорошо. Там, в принципе, автомобиль ведет себя тупо точно так же. Разве что 60 ппс вы нестабильные получаете. На любом железе. Поэтому, в принципе, я чего играю в эту игрушку на Хуане. Потому что она пока безумно лагает. Приходится на Хуане. Но на Хуане, видите, всей навигации нет. Ну, на самом деле, меня это особо не парит. Назад можно смотреть через зеркало. Вид менять мне не нужно. Лично мне, говорю за себя. С кокпита катается довольно-таки нормально. Но вы себе имеете в виду. То есть, в принципе, прям порекомендовать. Не сказать, что вы кайфанете. Получите действительно удовольствие от вождения автомобилей Форзи Хорайзен 3. На руле? Нет. Вы вряд ли сильно получите какое-то удовольствие. Очень здесь сделано все аркаденько. Руль дерганный. Никаких преимуществ вам не дает. В онлайне с рулем вы будете в чистую всасывать у всех. Проверено. На геймпаде без проблем. С видом от третьего лица. С видом из кокпита. В онлайне с рулем вы будете реально просто у всех проигрывать. Это факт. Ну что, друзья, хватит Форза и Хорайзен 3. Погнали я вам покажу более интересную игру, по моему мнению. Это Форза Хорайзен 2. Там все несколько обстоит иначе. Так, ну что, друзья, сделаем карточку Хорайзен 2. И, кстати, я вам обещал заценить, как тарахтит этот руль. Сейчас я найду где-то какой-то подходящий момент для этого, и вы все поймете, все услышите. Вот это вот хрень слышно, особенно, когда происходит какой-то занос или снос. Это кошмар, ребят. Мой G25 ничего подобного и звуков не издавал. Это просто пипец. Я не знаю, что происходит, но я аж боюсь за этот руль, честное слово. В общем-то, я думаю, что вы достаточно услышали, и теперь вы поняли, о чем я говорил. Вот такие вот звуки издает чудеснейший руль. Просто идеальное по деле китайца какого-то. Но, в целом, кстати, что хочу сказать. Рулится именно в этой игре с этим рулем, ну, из аркад на Xbox круче всего. Именно в Хорайзене 2 действительно неплохо реализовано управление рулем на автомобилях. И действительно это интересно. Причем и как занос. Сейчас у меня машина тут дикая. Фулл кьюнинг ездит тысяча. На ней сложно гонять. Но так чувствуется и занос. Достаточно неплохо. Гоняю как вторая за нее, е-мое, по встречке. В третьем смысле. Но все в том же стиле Logitech. Пустой центр, но, кстати, здесь не настолько он пустой прям. Вообще-то, из аркад мне здесь нравится более-менее кататься. Но, опять же, ребят, не за такую цену. А однозначно не за такую цену. Еще и слушать вдовес ко всему вот эти вот чудеснейшие звуки. Это, конечно, да. Сильно. Дальше предлагаю заценить, так поражать еще, Motorsport. Шесть. Это, конечно, отдельная песня. В этой игре, кстати, Motorsport 6. Руль как-то бодрее возвращается на центр. Забавно видеть такое, честно говоря. Кстати, насчет возврата руля. То, что я говорил, когда автомобиль стоит на месте. В принципе, это может быть действительно косяк. И не руля, а в самой игре. То, что он возвращается, когда авто стоит на месте. Но, опять же, ребят, нам-то пофиг. Мы потребители, мы платим деньги. И от таких вот косяков как бы страдаем в любом случае только лишь мы. Люди, которые приобретают данное устройство. Поэтому... О! А тут он никуда не уходит. В этой игрушке. Неужели? Все-таки это был косяк, ребят, видимо, Хорайзона. А, не, нифига, частично. Вот у нас полоборота руля вот вращается, видите? Вот, смотрите, полоборота. Это стопудово косяк. А, он все равно немножко идет на центр. Короче, как-то очень кряво это все сделано здесь, честно говоря. Так вот, друзья, что я хочу сказать по поводу этой игры. В принципе, эта игра, именно больше всего из-за Матроспорт 6, я хотел приобрести руль. Потому что, я думаю, что мало для кого секрет, что в этой игре физика особенно своя такая. И особенно проблематично в этой игрушке оттормаживаться на автомобилях. Вот с тормозами прям вот опять у меня проблемы. Они не чувствуются, тачки здесь скользят. Ну, это... Ладно. То есть, я хотел приобрести руль. И я думал, что с рулем я буду контролировать авто сильно лучше. Но, опять же, я никак не ожидал, что меня будет поджидать какая-то совершенно ублюдочная тугая педаль тормоза. Которая совершенно меня лишает информативности на тормозе из-за своего короткого хода, из-за своей вот этой вот тугости. И ладно, если бы там была бы действительно какая-то пружина хитрая, педаль была бы жесткая, но при этом передавала какую-то информацию. Но так нет, там брусочек резиновый, с которым тормозить, ну, сами понимаете, нормально, очень так проблематично. Причем, если этот брусочек убрать, сама пружинка там, если вы... Ой-ой-ой-ой, видели? Сильно слабее, получается, чем на такой же педали от G25 или G27. Я говорю, почему в эту игру, как нереально было тормозить с геймпадом, точно так же нереально тормозить с тормозом, ну, потому что он банально не чувствуется. Вот. Так, в плане управления все очень схоже с Horizon, но нет, ребят, получше. Пустоты намного... Воу-воу-воу-воу. Дерганность есть, конечно, тихо. Но пустоты в центре намного меньше. Руть чуть плавнее работает, кстати. Причем плавнее, чем в ассетокорсе, что вообще удивительно. Реально плавнее, чем в ассетокорсе, Паша. Это неплохо, довольно-таки. То есть на консоли, в принципе, в принципе, вообще, если так уж разобраться, на консоли этот руль работает лучше, чем на ПК. Но на ПК, опять же, можно заморочиться с настройками и добиться ровно такого же уровня. Не идеально, но неплохо. А поребрике хоть чувствуется? Ну, вот во время сноса руль дергаться начинает, типа, вибрировать. В поребрике. Да, немножко тоже чувствуется. Здесь форситбэк мне больше нравится, честно говоря. Чувствуется снос. Какая-то информация есть. Поплавнее работает. То есть на винде это всего тоже можно добиться, но у меня нет совершенно никакого желания возиться с виндой. Все-таки намного лучше, когда производители делают так, что вы можете все регулировать непосредственно на руле. Либо в самом драйвере, хрен с ним. Но в самих играх вот это вот голупаться, нет ни малейшего желания. Но все должно работать из коробки. Либо должны быть какие-то там пресеты уже под конкретный руль. Это должны делать разработчики игр. Но они этого не делают, не парятся. Типа, страдайте. Но тормоза пипец. Но вот не чувствуется. Хоть пристрелить. Поэтому моторспорт, в принципе, ну так, 7 на 8. Лучше, чем на геймбаде, однозначно. Однозначно лучше. Но, ребят, не вау. Не вау. Но среди всех игр, то, что я катался, здесь, по крайней мере, форситбэк самый... Самый качественный. Давайте закруляться с игрушками. Уже перейдем к выводам, так сказать. Ну что ж, друзья, подведем итоги. В целом, у меня не было бы вопросов к этому устройству. Если бы, во-первых, оно стоило более вменяемых денег. А не, извините, тут, потому что они закиливают. Потому как G25, я до сих пор помню, на тот момент, когда вышел. И довольно-таки долгое время, в принципе, все время, то, что он был на продаже, стоил 300 баксов. При этом, на тот момент этот руль был исключительно качественный. Буквально лучший. Имел полный комплект. Имел шифтер. Был сам по себе просто вне конкуренции. Сейчас же есть куча конкурентов, которые этот руль просто переплюнут на раз-два. Вообще без каких-либо проблем. При этом даже могут быть дешевле некоторые из них. И второе. Если бы не было все так пропитано маркетингом. Этот руль действительно сделан не очень качественно. Он чисто китайское по деле. И качество на фоне старых моделей здесь заметно ниже. Это чувствуется в отделке. Это чувствуется в материалах. Это чувствуется буквально во всем том, как тарахтит эта баранка. Я не знаю, что там за сдвоенный двигатель. Но вы слышали вообще, как он в Форзе. Какие звуки издает. Порой, если честно, аж будоражит. Хрусты там какие-то очень странные. Конечно, может быть, мне такой экземпляр попался. Но я, если честно, очень сомневаюсь в этом. Потому что руль работает совершенно исправно. Я так думаю, что он такой, какой есть. И педаль тормоза, вот эти вот гениальные идеи инженеров. Ну, это капец. Ладно бы вы поставили бы там хитрую пружину. Две пружины, если бы сдвоенную какую-то. Это было бы действительно. Но сунуть копеечный, который нихера не стоит, брусочек резины. И поставить более дешевую. При этом, заметьте, пружину более слабую, более тонкую. А дешевле однозначно стоит, чем на G25. Ну, извините меня. Спасибо, хоть сделали, что накладочки чуть выше. И можно регулировать это. Ну, хоть и на том спасибо. Поэтому, ребят, получился обзор на такое неоднозначное устройство. Я думаю, вам виднее, стоит ли он в ваших кровных денег или нет. Лично я этот руль рекомендовать к покупке не могу совершенно никому. Лучше посмотрите на конкурентов. Например, кстати, многие скажут, что, ну, я ругал этот руль за то, что он весь пластиковый. Я ведь Fana Tech, вот тот, что у меня Porsche GT2 тоже весь пластиковый. Но, ребят, да, он тоже весь из пластика. Но, во-первых, он вышел, извините меня, 5 лет назад. Во-вторых, там действительно качественная отделка из Алькантары. В-третьих, там ременной привод, все-таки Logitech. Что бы вы ни думали, но, извините меня, ваши рули, вот эти вот жужжащие, тарахтящие, вибрирующие, это уныние после руля, в котором есть, опять же, ременной привод. Там действительно все плавно, четко. И самое главное, там действительно нет никакого люфта. А здесь вот эти вот косые зубцы и так далее. Это все маркетинг и обман. Потом, в Fana Tech, опять же, есть мозги. Вы можете в любой игрушке производить настройки непосредственно с руля, не заморачиваясь вообще с настройкой игры. И там все это действительно хорошо работает. Ну и всякие нюансы, то, что там кнопка вкл-выкл, то, что можно гарнитуру в руль подключать и так далее, это я уже просто опущу. И самое главное разочарование, это Force Feedback. В Fana Tech он божественный, в Logitech он по-прежнему, ну, такой, какой есть. Опять же, многие почему-то считают, что в Logitech Force Feedback чуть ли не эталонный. Хотя это совершенно не так. Ничего общего с настоящими автомобилями, с настоящими ситуациями на дороге, с поведением руля на автомобиле этот руль не имеет. Это все мультики, это все игрушки. Хотите реализм, конечно, вам все-таки настоящие автомобили. Но, опять же, конкуренты дают больше ощущений и больше информативности. И при этом не ломают вам руки. И не стирают. Опять же, я сейчас немножко покатался, и уже начинают у меня стринаться мозоли. Надо вот перчаточка. Иначе пластмассовая вот эта вот резиновая, не знаю, кожезаменительная поделия лучше в руки не брать. На сим будем прощаться с обзором этого неоднозначного руля. Я его, конечно же, продам, надеюсь. Если, конечно, мне удастся вообще его продать после этого обзора, в чем я не уверен. Покупать Logitech больше другой я не планирую. G29 это тупо такой же руль. Единственное, что он даже немножко лучше. Там есть индикатор оборотов. А так все то же самое. Это даже видно невооруженным взглядом. И по описанию то же самое. Самим Logitech я хочу пожелать, чтобы вы все-таки взялись за голову. И следующее поколение рулей сделали действительно что-то инновационное. И что-то, что стоило бы своих денег. Конкретно этот руль. Я могу оценить баксов 250. А в идеале 200. Если бы он стоил 200 долларов, во-первых, он этих денег стоил бы. В качестве, вкупе своих характеристик и качество изготовления. Действительно, 200 долларов он бы стоил. Но 460 с шифтером, извините, нет. Никак. Трастмастер. Или фанатек. Но не Logitech. Поэтому Logitech я от всего сердца желаю все-таки выпустить следующее поколение рулей как-то действительно инновационным, действительно качественным. И что-нибудь интересное. И что-нибудь, что будет стоить своих денег. Хотя бы шифтер на 7-ступенчатый. Обновите, товарищи. Это ж позор. Только у вас. Такой старый, реально старый шифтер по новому ценнику. На 7, ребятушки, у меня все. Если вам понравился этот обзорчик, можете влюбить лосик. На следующей неделе я жду фанатек CSL Elite с полным набором Club Sport ништяков. У меня будут педали, у меня будет шифтер, у меня будет ручник. Будет много обзоров этой техники. Потому что в одно видео я никак не уложусь. Там явно будет, что вам рассказать. Явно будет, что вам показать. Это совершенно другого рода и уровня устройство. Поэтому, если вам интересно, обязательно подпишитесь на канал. Можете влепить лосик этому видосику. На 7 у меня все. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok